Маша, я сегодня рада второй раз с тобой встретиться здесь на Бали и поговорить вновь о родах. Сегодня будем говорить об естественных, о домашних родах и будем сравнивать с родами в больнице. То есть, всё-таки, какой выбор сделать, поможем этот выбор сделать наши зрители и читатели. И я думаю, что сегодня опять будет масса полезной информации в интервью. Я в этом просто убеждена. Ну, первый вопрос, который я хотела тебе задать, ты сейчас в ожидании ребёночка второго своего. Вот. И где ты будешь сейчас? Какие планы вообще рожать? В клинике Бумсиха, домашние роды, в больнице? Что ты выберешь для себя и почему именно это? Привет. Для начала, Кира. Я тоже очень рада нашей встрече. Я получила большой резонанс от первого нашего вышедшего интервью о естественном рождении. Поэтому, да, появился интерес продолжить беседу и поговорить чуть более детально о домашних родах. Прежде всего потому, что как сторонник естественного рождения и домашнего рождения я нередко сталкиваюсь с достаточно агрессивной реакцией, фанатичной порой даже реакцией тех семей, которые убеждены, что рожать нужно только исключительно в медицинских профилированных учреждениях. Поэтому хотелось бы поговорить и чтобы у сторонников обоих лагерей остались, ну, какие-то очень мягкие реакции друг на друга. Да, я сама нахожусь в ожидании и рожать уже совсем скоро, через месяц-полтора. Очень здорово. Спасибо. Какие планы народа, забавно звучит, потому что я всем мамам, в жизни которых так или иначе принимаю участие, я всегда им говорю, что лучший план народа – это его отсутствие. Потому что чем больше напланируешь, тем больше шансов, что все пойдет как-то не так, наперекосяк, и тем больше шансов, что мама и семья в целом расстроятся от того, что все пойдет не так. Поэтому я всегда всем говорю, что лучше относиться к родам очень открыто, принимаючи все варианты, оставляя все двери открытыми. Я планирую рожать дома. Так. Наверное, это не странно и неожиданно. Я планирую рожать дома. Свою дочку первую Налу я рожала в клинике Буми-Сихат. На тот момент я совершенно не рассматривала вариант домашних родов. Как-то не попадалось, наверное, под руки соответствующей литературы, которая настроила меня подобным образом. Да даже просто мысли, честно говоря, в голове не было о том, что рожать можно в домашних родах. И домашние роды для меня ассоциировались, наверное, тогда с соло-родами. Я, муж, и мы, значит, предоставлены на произвол судьбе. Вот, наверное, к произволу судьбы я была не готова, но тогда, 4 года назад, я и не была готова уже к формату больничных родов. То есть четкое понимание того, чего мне не хотелось, оно на тот момент было. Понимание того, чего бы мне хотелось, тогда еще не было. А сейчас, поскольку я уже не первопроходец, ну и потом я нахожусь в профессии, достаточно плотно, глубоко, конечно, теперь у меня уже есть понимание, чего бы мне хотелось. Рожать дома я хочу, здесь, наверное, есть ряд факторов, я буду так, наобум, спонтанно просто перечислять, почему решение рожать дома мне важно. Почему я не хочу рожать в буме сихат? Да, хорошо. Почему я не хочу рожать в буме? Потому что в этих родах мне хочется максимального фокуса на себе. Пусть там женщины покрутят пальцем у виска, скажут, ну это там крайности, это фанатизм, зачем это, пусть лучше будут рядом специалисты, какая разница, фокус не фокус, главное, чтобы все были живы-здоровы. Нет, для меня не главное. Мне главное, мне много чего главного во всем этом процессе. Поэтому, когда я рожала в буме сихат, я помню, что в комнату, может быть и не часто, но периодически входили акушерки, дулы, входили какие-то люди, сложно их сейчас вспомнить, помогавшие мне в родовом процессе, и фокус мой был постоянно удержан на мысль о том, сейчас кто-то должен прийти, мне в чем-то помочь, как-то меня поддержать. Я очень ждала появления Робин Лим, очень рассчитывала на ее присутствие в родах. Робин пришла в последние секунды, успев буквально бухнуться на колени на кафельный пол и подхватить ребенка. Я точно могу сказать, что меня это расстраивало. Сейчас, вспоминая все эти переживания, я понимаю, что это совершенно не те эмоции, переживания, в которых я хочу провести свои следующие роды. Свои следующие роды я хочу провести в максимально глубоком единении со своим малышом, с которым мы будем проходить этот путь, сама с собою и со всеми ощущениями и переживаниями, связанными с этим путем и процессом. Я совершенно не хочу думать о том, какая акушерка пришла ко мне, кто успел, кто не успел, кто будет ловить, кто будет спасать, как оно будет так или не так, а что если вдруг. Все эти мысли меня на данный момент не тревожат, меня тревожит наоборот мысль о том, что меня кто-то будет отвлекать. И, кстати, возможно даже мой собственный муж, потому что как женщина первый раз рожающая, я тогда была очень настроена на поддержку мужа, и он действительно помогал. И не могу себе сейчас представить свои первые роды без его присутствия, но опять же, возможно взрослее стало, возможно как-то глубже смотрю на процесс деторождения, и определенную часть пути мне хочется пройти в этот раз один на один. Может быть со своей, кстати, дочерью, потому что она очень поддерживает меня в беременности, она очень ждет малыша, она в деталях знает, откуда берутся дети, она каждый раз во всех этих процессах присутствует. И да, она прекрасно понимает, как происходит процесс родов, поэтому меня совершенно не тревожит вопрос того, что как-то ее это шокирует, травмирует. Я уверена, что ей будет очень интересно, что она будет очень вовлечена, и даже проснется посреди ночи, и будет мне очень поддерживать и помогать. Вот это я чувствую сердцем, это я чувствую интуитивно и очень глубоко. То есть счастье, что она с детства уже знает эти процессы, как женщина она уже будет готова. Да, мне тоже очень радует этот аспект. Участие мужа посмотрим, безусловно, он будет рядом, где-то, может быть, в соседней комнате, может быть, я возложу на него какие-то хозяйственные, бытовые вопросы, убедиться, что здесь все есть, здесь все подготовлено. Потому что мужчинам им нужно принимать участие в этом процессе, но может с какой-то такой более мужской, так сказать, позиции. Значит, вот первый момент, почему мне хочется быть дома, потому что хочется остаться в этом очень глубоком фокусе на себе, а не на поддержке посторонних людей, пусть даже самых близких. Хочется сфокусироваться и сконцентрироваться на себе, на своих физических ощущениях, на своих, я не знаю, эмоциональных, духовных ощущениях и на своем малыше. Потому что, признаться, в процессе первых родов я очень мало уделяла вниманию своей дочери, мы не знали, что у нас будет девочка, ребеночку. И этого глубокого диалога, о котором я сейчас так много говорю, в процессе родов первых у меня не существовало. Я помню ужасную боль, я помню жалость к себе, я помню встречу с неизвестным, со страшным, с дико новым. И я помню, что я совершенно не была обращена в своих мыслях, в своем сердце к ребенку. Как-то вот я была, а нас вдвоем в этом процессе не было. Я ничего не чувствовала в физическом аспекте, кроме как боли, никакого там продвижения по родовым каналам. Я и сейчас на это особо не рассчитываю, это не главное. Но, тем не менее, вот сейчас хочется... Прочувствоваться глубоко. Ну, да, наверное. И пока мы еще не отошли до этого первого пункта, я читала у тебя такую информацию, что когда мы рожаем, у нас выделяются определенные гормоны, когда, ну, их можно спугнуть, скажем так. Когда кто-то мешает, кто-то отвлекает, то мы можем потерять вот эту вот тонкую-тонкую грань и нить, когда малыш продвигается по родовым путям. Ты тоже... Безусловно, родовый процесс, процесс очень интимный. И требует, на самом деле, того же самого гормонального букета, который выделяется и требуется для процесса зачатия ребенка. Это вся та же самая группа гормонов. Это эндорфины, это окситоцин. Поэтому, да, хочется быть в этот раз в уединении, в комфорте, в уюте, в тишине. Опять же, я не могу сказать, что в бумисихат мне кто-то мешал. Напротив, я была очень благодарна каждый раз, когда кто-то заходил и неистово ждала, ну, когда же кто-нибудь придет и спасет меня, Господи, Боже мой. Вот этого мне сейчас не хочется. Мне кажется, что в своих первых родах я в прямом смысле слова прозрела, распечаталась. И сейчас хочется, ну, вот прожить какой-то там определенный апогей, что ли. Поняла. И кульминация этих чувств. И поэтому не хочется распылять и размазывать свое сознание, свою концентрацию на людей посторонних, на их поддержку. Хочется, чтобы мой собственный ребенок чувствовал мое присутствие, мое участие в его переживаниях, в его ощущениях. Чтобы у нас какой-то был больший трепетный, глубокий симбиоз и связь в процессе. Вот этого внутреннего глубокого диалога мне хочется пережить в этот раз. Потому что я причитаю и всем своим беременным мамам о нем говорю, и папам. Поэтому очень хочется пройти через это самой, чтобы уже не на словах, а на действии. Понимаете, знать, о чем я, чему я пытаюсь людей научить. Вот, собственно, это основная причина. У нас, тем не менее, на домашних родах будет акушерка. Это моя напарница в домашних родах. С ней я хожу сейчас на домашние роды. Акушерка нужна не мне. Я бы, если честно, рожала бы и без нее. А кому? Но мой муж мне сказал, я не акушерка. И мне лично акушерка нужна. Поэтому акушерка в наших родах будет для мужа. Она ему действительно нужна. И я не могу не уважать, пренебрегать этим фактом. Он действительно не имеет никакого отношения к профессии. Он не читает никаких книг. Он не может своим мужским подходом вникать во все эти мелочи. Для него это излишняя информация. Поэтому ему, конечно, главное, чтобы жена была здоровая, жива. И чтобы дети были живы и здоровы. Я его прекрасно понимаю. Поэтому акушерка будет. Она знает мой настрой. Она очень уважительно относится к тому, как я настроена на эти роды. И она знает, что она весь процесс, скорее всего, проведет в другой комнате. Может быть, даже на другом этаже. И только когда раздастся неистовый крик о помощи, она прибежит и проявит свое участие. А так, ни в процессе рождения малыша, ни в процессе родовых сваток я пока не планирую ее участие. Но сама мысль о том, что близкий мне верный человек, опытный, профессиональный, будет в доме и поддержит моего мужа, моего ребенка. И меня, если такая ситуация сложится, она мне очень тепла, комфортна и удобна. Опять же, я все двери и возможности оставляю открытыми. Всякое в родах может случиться. И ребеночек может лечь не так. И ситуация из нормального может очень резко и быстро перейти в ненормальное. Поэтому здесь никого не должно быть фанатизма. Мы адекватно отбеливаемся. Да, я буду готова к любым сценариям. И хорошо, если она будет рядом. Отлично. Давайте поговорим, знаешь, о родителях, которые рожают все-таки в больницах, которые рожают дома. Вообще, наверное, вот я не знаю, каким набором качеств, свойств, наверное, и вообще, какое окружение должно быть у человека, у женщины, которая рожает впервые и рожает в домашних условиях. Наверное, вот окружение как раз-таки тех подруг, друзей, или, может быть, какие-то родственники акушерками были или будут учиться. Поэтому она рожает дома. А вообще, в основном, перворожающие выбирают именно больницы. И вообще, как ты считаешь, есть ли какая-то, ну, какая вообще разница между людьми, которые, родителями, которые выбирают рождение в клиниках, которые выбирают домашнее рождение? Разница существует определенно, однако она не имеет ничего общего с такими аспектами, как ответственный и безответственный, как разделение на умный и глупый, просветленный и темный, глубокий и мелкий вовсе нет. Нужно просто всегда принимать во внимание тот факт, что все мы очень разные. И разница, наверное, в глобальном мировоззрении и отношении к жизни, к себе, к своей семье. Ну и к вопросу ответственности в том числе. О чем я говорю? Вот о чем. К примеру, я давно, ну, во всяком случае, с рождения своего ребенка не хожу по врачам. Не хожу по врачам не потому, что я игнорирую медицинскую профессию, вовсе нет. Очень даже уважаю и благодарна создателю, что такая сфера деятельности есть, и она продлевает жизнь и улучшает качество жизни, однозначно. Тем не менее, в случаях болезни я, во-первых, сама увлеченно занимаюсь изучением традиционной китайской медицины и гомеопатии и прибегаю к таким более-менее естественным методам, которые обращаются скорее к внутренним ресурсам организма и используют их же для самовосстановления, нежели к синтетическим препаратам в фармакологии. И опять же, не потому, что что-то лучше, а что-то хуже. Это глобальная разница в отношении к здоровью и к миру. Поэтому есть люди, которым легче довериться врачам и специалистам, просто потому, что у них нет каких-то там других знаний. Ну вот масса моих подруг в России даже знать не знает, что существует в принципе такой термин, как китайская традиционная медицина. А уж о чем вся эта история и подавно? Большинство из них слышат, не слышали никогда слова гомеопатия, о чем это они не подозревают. Зато у них в аптечке всегда есть стандартный набор медикаментов, которые спасают их прекрасно во всех там случаях жизни, и их детишек. Это там жаропонижающие, панадолы, я не знаю, аспирин, антибиотики и прочие вещи. И опять же, не против. Просто я в своей жизни выбираю другой путь. Вот все. У меня есть информация, которая помогает мне жить иным путем. Несмотря на то, что там до своих 20 лет я дожила и докатилась в достаточно удовольствием физическом состоянии благодаря фармакологии и нормальной формальной медицине. Поэтому не пренебрегаю, не опровергаю, просто сделала в своем более осознанном возрасте определенный выбор. Поэтому, да, здесь, когда слышишь порой в свой адрес такие вещи, как вы, рожающие на дому, совершенно безответственные, вы фанатичные, вы сумасшедшие, вы там какие-то пляшете танцы с бубнами. Мне хочется закатить глаза и, честно говоря, не участвовать во всех этих бесполезных полемиках, потому что, как правило, реакция подобная, вербальная, как раз таки от людей фанатично настроенных. Я, в свою очередь, никого не призываю рожать дома или рожать в центрах естественных родов, таких как бум и сихат. Я всех женщин призываю рожать там, где им максимально удобно, комфортно и там, где они чувствуют себя безопасно. Я призываю каждую семью, которая планирует свои роды, очень тщательно подойти к вопросу самообразования в контексте родов. Безусловно, в большинстве, наверное, проще и удобнее сказать. Врачам все известно, они там не просто так в институте просидели 7 лет. Но вот с этим я не могу подходом согласиться, потому что не секрет, что медицина в нашей стране и в мире не индивидуализирована. И очень часто совершаются человеческие профессиональные ошибки. Ошибки, которые стоят жизни, ошибки, которые стоят патологиями на всю жизнь и какими-то там тяжелейшими неврологическими повреждениями. Поэтому я в контексте заботы и ответственности за свою семью не могу положиться 100% на врачей. Я предпочитаю читать, интересоваться, самообразовываться. И призываю к этому всех родителей, всех семейных пар, которые так или иначе соприкасаются со мной физически или там, я не знаю, виртуально, среди интернета, которые задают мне вопросы в контексте подготовки к родам. Я всегда призываю их читать как можно больше литературы. Встречаться с акушерками, пусть из формального медицинского мира или же из холистического альтернативного домашнего. Получить как можно больше всесторонней информации, взвестие трезво и сделать информированный выбор. Есть такое понятие в английском языке, как informed choice. Оно очень глубокое на самом деле, и мне кажется, в нашей постсоветской действительности совершенно нераскрытое. Одно дело, мы просто слепо доверяем врачам, а потом разводим руки, когда получаем, значит, из роддома ребеночка, там, не знаю, со свернутой шеей, с ДСЦП или там, ну или еще с чем-нибудь. Я не буду говорить только о негативных вещах. Другое дело, когда мы перечитали, перелопатили кучу информации и решили, нет, все же на домашний род я не готова. Для меня это немножечко экстремально. И чересчур я все поняла, все знаю, но все же пойду рожать в больницу с врачами. Ради бога и на здоровье. Я поддерживаю женщин, рожающих в больнице, ровно так же, как и поддерживаю тех, кто рожает на дому или в центрах естественных родов. Но женщины, которые идут рожать в больницу, я обращаюсь сейчас в данный момент к ним, пожалуйста, понимаете, что вы не можете прийти в больницу и доверять врачу в одном аспекте и не доверять ему в другом аспекте. Точно так же, как, например, в Буми Сихат. Нельзя прийти в клинику и, значит, рассчитывать, что мне здесь помогут и поддержат. Но тогда, когда кокшерка подходит к вам и говорит, мне нужно сделать вам вагинальный осмотр, не надо отпинывать ее ногой пренебрежительной, говорит, нет, я вот прочитала, значит, в умной литературе, что вагинальный осмотр это лишнее. На секундочку, вы приняли решение рожать в учреждении? Приняли правила в учреждении? Конечно, будьте добры, принимайте на 100% правила этого учреждения. Это точно так же, как я вот говорила, по-моему, в прошлом интервью, оказаться на корабле, там, где есть один главный, есть капитан. Поэтому не нужно, опять же, по истечению родов и на выходе из роддома винить врачей за неправильно зашитую эпизиотомию или вообще за случившуюся эпизиотомию, о которой якобы вы просили, чтобы вам ее не делали или не надрезали. Не нужно винить врачей о том, что вас, значит, сманипулировали на кесарево сечении или там вам обманом поставили стимуляцию в виде окситоцина. Раз пришли, раз приняли решение играть по правилам учебного заведения, принимайте эти правила и уважайте персонал, который пытается вас помочь и который убежден, что он делает правильные шаги. То же самое в домашних родах. И если это семья, которая решила сражать на дому, эта семья должна понимать все за, против, все плюсы и минусы возможно произошедшего с ними и со всей их семьей и брать всю ответственность на себя. Точно так же, как и брать всю ответственность на себя в контексте больничных родов. Потому что все, что случится с вами в больнице, оно все потом остается с вами на всю последующую жизнь. Поэтому, по большому счету, даже если нам очень кажется, что там ответственность несут врачи в больницах, в родовом центре, акушерки, а в домашних родах сама непосредственно семья, по большому счету ответственность всегда на нас, на родителей. На каждом человеке за каждый шаг, который он делает ежедневно. Садясь в машину, садясь на байк, садясь в трамвай, садясь в метро, садясь в самолет. Поэтому разница, наверное, есть. И действительно, есть пары, которые ходят на курсы, которые что-то пытаются узнавать. Есть пары, которые ничего не пытаются узнавать и просто идут в общем потоке рожать в роддом. Честно говоря, это в вопросах выбора. И совершенно здесь не стоит кого-то критиковать и говорить, что кто-то более ответственный, кто-то менее ответственен. Кто-то умнее, кто-то глупее. Значит, так нужно. Все, что в жизни не случается, случается по каким-то там определенным, вышепрописанным законам. И значит, такой опыт этой семье и нужен. Вот все. И маленький еще хотела уточнить нюанс. Хотя, может быть, мы его раскроем в следующем вопросе. Хорошо, давай. Еще раз хотела сказать о том, что у каждого есть выбор. И поэтому не нужно друг на друга. В коем случае никаких собак. Дело не в уме, не в том, что кто-то лучше или кто-то хуже. Домашние роды ничем не лучше, не хуже, возможно, больничных. Дело вообще не в том, что это черное, это белое. Это лучше, это хуже. Каждому в глубоком, глобальном, обширном понятии кармическом нужно пройти свой опыт. И этот опыт для чего-то и по каким-то причинам мы в свою жизнь притягиваем. Поэтому кому-то суждено родить ребенка через кесовое сечение и по каким-то причинам этот ребенок выбрал из себя именно такое рождение. Каким-то детям суждено было родиться, не знаю, в борозде рисового поля, подпитение птиц. Значит, так там и быть. А вот ты говорила про гомеопатию, да? Когда мы лечимся не какими-то медицинскими стандартными решениями, а вот внутрь себя заходим. Что ты понимаешь по гомеопатии? Какие процессы? Какие методики? Гомеопатия – это наука, главным принципом которой является утверждение, что подобное лечится подобным. К примеру, если у человека есть симптом определенный, головная боль, не нужно его подавлять, не нужно его выключать, ну, грубо говоря, там, сосудорасширяющими препаратами, к примеру, цитрамон-П, всем известный на российском пространстве. Гомеопатия действует иначе. Квалифицированный доктор подбирает такое лекарство, в основе которого есть компонент, который на самом деле провоцирует в организме подобный же симптом. К примеру, поднимается у человека температура. Гомеопатия никогда не будет ее подавлять жаропонижающими средствами, потому что температура – это лишь симптом, это уже выходящее из причины следствия. Гомеопатия прибегнет к лекарству, которое провоцирует и поднимает температуру в организме. К примеру, белодонна. Человек, который принимает в микрокосмических дозах препарат белодонну, его организм получает сигнал на повышение температуры, и более чутко изнутри начинает разбираться с этим, собственно, процессом, с температурой. Получается, что когда мы принимаем белодонну, мы не понижаем температуру, мы на самом деле провоцируем ее вспышку и тем самым провоцируем изнутри, как бы даем некий месседж, некий посыл организму извне, но это микро-микродоза на то, что… Какие-то температура, реагируй. И, значит, и организм реагирует. То же самое, например, всем известная Арника, прекрасно помогает справляться с болевыми ощущениями, и с болевыми ощущениями, связанными с всевозможными механическими, физиологическими травмами. На самом деле это трава, которая вызывает в организме жуткие боли физического характера. Опять же, если ты там вывихнул руку, сломал колено, ты принимаешь препарат, который провоцирует в организме подобный же эффект, подобные же симптомы. Тем самым просто даешь организму сигнал извне, раз он не в состоянии… в состоянии, на самом деле. Просто мы помогаем извне разбираться с этим симптомом. Тем самым посылаешь ему сигнал о том, что есть боль, нужно с ней работать. Какая интересная методика. На самом деле, это, наверное, тема для отдельного разговора. Это очень глубоко. Я, на самом деле, нахожусь только вот где-то там вообще на вершках-на вершках, в понимании и в подходе. Но, например, парочку заболеваний, парочку симптомов у себя и у дочери, я уже могу четко, прицельно, не то чтобы вычесть, а с ними справиться. Это буквально парочка там из всевозможных вариантов недомоганий, заболеваний и так далее. Но каждый раз, когда у нас какая-то гомеопатическая победа случается в семье, я воспринимаю это как и за чудо, и в то же время за торжество того, что есть альтернативные методы лечения. И тут, слава богу, за 4 года жизни моего ребенка мы ни разу не прибегли ни к каким фармакологическим препаратам. Тем не менее, я всем мамам, которые живут здесь, каждый раз, когда мне пишут, температура, ребенка рвет по носу, что делать? Я всегда говорю, идите к врачу, идите к врачу, потому что они специалисты. Сдайте анализ крови, сдайте анализ мальчей калы. Я не волшебник, гомеопат тоже не волшебник. Как поступаем мы в семье, если я заболеваю, заболевает мой муж или ребенок, мы идем по страховке, по медицинской, туристической, в обычную больницу, где сдаем по страховке, бесплатно, соответственно, анализы определенные, которые рекомендует доктор, он ставит нам определенный диагноз. С этим диагнозом и с полученными анализами мы идем к нашему любимому доктору, гомеопату. Понятно. Показываем ему, значит, диагноз, заключение врача и показываем ему анализы, результат анализов. И этот доктор гомеопат, он либо соглашается с поставленным диагнозом, либо у него есть какие-то свои взгляды на имеющиеся в нас симптомы, плюс на результат анализов, и он назначает нам свое лечение. Так что, да, мы спокойно прибегаем к услугам врачей. Опять же, я никогда не пренебрегаю, и только так и лечимся. Сначала к ним за результатами анализов, за диагнозом, а потом уже к нашему любимому семейному доктору, которому уже больше 4-х лет наши надежды и спасения. Спасибо за твой опыт. Опять же, никакого фанатизма. Маша, ну и все, я помню, мы с тобой как-то говорили о том, что важно во время беременности посетить остеопата. Вот, для чего? Расскажи просто подробнее. Важно, наверное, не самое уместное и правильное слово, но не помешает. Я на самом деле не сильна в остеопатии, только-только лишь прикасаюсь благодаря людям, которые помогают мне в работе с беременными и в заботе о уже родивших женщинах и родившихся детках. Но то, что я вижу из практики, говорит о том, что женщина, сходившая к остеопату, более подготовлена, что ли, к процессу рождения. У каждого из нас, у каждого современного человека есть определенные в организме блоки, зажимы, стрессы, компенсаторные механизмы на, я не знаю, на вышедшие из строя и смещенные позвонки. Все эти компенсаторные, как правило, мышечные механизмы, которые выстраивают и выравнивают наше тело, они на самом деле через года дают о себе знать либо там какими-то мышечными спазмами, неврологическими нервными прострелами и так далее. Поэтому у каждого нормального, обычного, современного человека, особенно там ведущего, я не знаю, особо сидячего образ жизни, за столом, за компьютером, за машиной, либо стоячий образ жизни, есть, так сказать, проблемы или вопросы того или иного характера. Специалист-остеопат в подготовке женщины к родам может помочь ликвидировать полностью либо хотя бы частично справиться с подобными проблемами и вопросами, распустив, разжав эти стрессы. Как они это делают? Для меня волшебство, фантастика и чудо. Но тем не менее я раз из раза убеждаюсь в том, что это работает. И опять же, будь моя воля, я бы и остеопат и пошла учиться в том числе. Особенно я вижу, как мамы радуются и с облегчением вздыхают после посещения специалист-остеопатов после родов. Потому что роды, какие бы самые мягкие они ни были, это всегда большой стресс, элементарно механический для организма женщины и для организма ребеночка. Опять же, какими мягкими, нежными, естественными и глубокими бы они ни были. Рождение – это очень серьезный путь. И остеопаты утверждают, что все детки, ну, практически без исключения, выходят из родов, появляются в наш внешний мир, внешний свет с родовыми травмами той или иной степени. Есть какие-то микротравмы, которые можно поправить за одно посещение, может быть, там, каким-то пятиминутными, пятиминутными легкими манипуляциями. Есть более серьезные травмы, даже после естественных родов, домашних родов, на поправку которых потребуется, там, несколько, например, подходов, курса терапии. Тем не менее, все это возможно, поправимо. И чем раньше семья обратится с подобным ребеночком, у которого есть какие-то послеродовые вопросы, проблемы к остеопату. И самое удивительное, эти вещи практически невозможно уловить обычным обывательским взглядом человека, который не знаком с этой, даже я не знаю, как сказать, с этой, наверное, с этим отъепленем медицины. Поэтому только специалист, также, например, опытный невролог, может распознать очень сразу и быстро, что у этого, да, у этого малыша есть определенное искривление, у этого малыша там определенный спазм диафрагмы, у этого малыша там какие-то, я не знаю, спазмы и стресс спинномозговых оболочек, у этого малыша, значит, искривлена шея и там смещен атлант, у этого там С3-С4 не на месте, позвонки шейного отдела, а у этого там, значит, какая-нибудь дисплазия тазобедренного сустава. Мы же все крутимся в какой-то своей определенной узкой отрасли специализации, поэтому есть специалисты, которые очень тонкое чувство, чувствуют, не обязательно глазами видят, а именно руками чувствуют, что плач этого ребеночка, он ненормален, у него есть причины, причины конкретно вот здесь. Поэтому, да, я всем мамам советую, уж если не до родов, то после родов сходить, если есть такая физическая, финансовая возможность, к специалисту, к остеопату, если нет, то к хорошему неврологу посмотреть, показать ребеночка, если есть возможность попасть к остеопату, то и маме показаться самой, чтобы остеопат мог, возможно, снять какие-то стрессы, зажимы, возникшие в процессе родов, в тазобедренных суставах, поставить внутренние органы на место, помочь матке расправиться.